всем доброе утро здесь живет одна клиентка но я вам говорила много раз в общем то которая стричь отказалась я стреляют я к чарли боится но так как она уже положила женщина мне ее стала жалко что-то на сегодня не пришла видимо ушла стричься в другую парикмахерскую ноги у меня машина рядом думаю а она на той неделе жаловалась что плохо себя чувствовала вот но я ее уже давно знаю в общем как-то страна стала у артеме ключи кто делал ключи стало как-то тревожно ну пойду схожу спрашиваю вдруг плохо или еще что но видимо нет ее дома встречи ушла поэтому можем ехать спокойно домой вот все живы и здоровы начали она живет вот рядом видите этот разрушенный дом прошлом году он упал там жила ее сестра двоюродная вот при ней разрушился дом потом она переехала и в другую квартиру через несколько месяцев умерла он тоже старенькая еле будет 80 лет нам было вот такие дела ты уже на своей подушке или звездать и уже такой деловой да ну едем домой я уже дома сейчас хочу пропылесосить здесь даже стала вот этот плащ его нужно погладить моя мой планшет короче он надвинулся даже не из-за того что что тут за бумаги на это в бумаге надо выбросить а что-то он начал даже пыхтеть трындеть и в общем не знаю зарядку покупать к нему и думать что вдруг это не зарядки поищу может быть есть какая не хочу сдуть вот этот шар потому что я сейчас на нем не занимаюсь но у меня вот такие вот как вилка закон где-то потерялась может быть как-то я вот таким образом как-то открою вот эту штучку достану и его сдую сейчас попробую твою мать вылетел только так что-то и вот и вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прилепила DimaTorzok see of an appétit Все, всем приятного аппетита Я сегодня опять зарядкой буду заниматься Полезу в гору пешкарусом Потом спущусь до пляжа В общем, все как обычно И вернусь опять там машина стоит Жиры сжигать Так что вперед и с песней Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, пойдемте к морю Слышите, как оно шумит? Сейчас сделаю фотку в инстаграм и выставлю Так что заходите, подписывайтесь на мой инстаграм Ссылочка находится в инфобоксе под видео Моя рыба как смотрит, а пока спускаюсь Раскрою вам один секрет, расскажу, как вы на это смотрите, может быть, у вас тоже самое В общем, секрет у меня, в общем, секрет, мы уже почти год с мужем спим раздельно Вот так, в общем, где-то год назад муж заболел, и я его отправила, вернее, он сам отправился в другую комнату, ну, чтобы типа не заразить меня И там он проспал неделю, вот, и типа такой, назад А я, знаете, вы же давно знаете, кто меня смотрит давно, что я сплю очень чутко Для меня сон, это вообще, как говорится, особенно засыпание, предоставляет много труда Вот, и чтобы уснуть, мне требуется где-то часа два-три, наверное, вот И, ну, вообще, очень чутко сплю Ночью меня, если разбудишь, то, блин, представляете, да, мало того, что засыпаешь Здесь тебя еще кто-то тронул, ты опять просыпаешься, и пять-два-три часа для того, чтобы заснуть В общем, всю ночь можно так пытаться заснуть, да Вот, муж у меня еще похрапывает так иногда В общем, короче, иногда я ночью даже не то, что не спала, а просто, блин, мучилась Мучения какие-то были Еще Чарли все время пытается на меня залезть и поспать на мне Да, он любит спать на мне Вот, или сейчас, когда уже похолодало Под одеялом, под моей попой, скажем так Еще и, знаете, толкается такой, типа В общем, не спанье, а одно мучение И вот, когда муж ушел в другую спальню, я поняла, какой это кайф, когда никого нет рядом Никто тебя не пытается разбудить И можно почти целую ночь дрыхнуть, зная, что тебя никто не разбудит Да, вот так вот И я, вы знаете, начала высыпаться И, ну, как высыпаться? Я и сейчас могу проснуться посредине ночи Посреди ночи там, если кто-то стучит Но уже знаю, что, допустим, рядом никого нет Кроме Чарли, который тоже иногда меня будит Он может Спит он со мной Ну, естественно, он же мой Лебеночек маленький Вот Но иногда, знаете, когда я ворочаюсь Я очень сильно ворочаюсь ночами Поэтому подо мной Просто горит Вот, и когда я ворочаюсь, ворочаюсь Чарли просто это надоедает Надоедает, и он уходит к мужу Муж, правда, дверь закрывает в спальне В соседней Вот, опять, чтобы я не слышала всего этого храпа И всего там его этих Ну, я очень чувствительно сплю И Чарли, когда пытается к нему зайти Он открывает дверь лапой И опять, в общем-то, даже утром, когда Аино Когда просыпается Муж раньше меня просыпается Он уходит и закрывает дверь в мою спальню Потому что дверь в моей спальне нельзя закрывать Потому что со мной спит Чарли И он ночью иногда ходит попить там Или еще куда Если дверь закрыта Он начинает ее скребушить вот так вот То есть опять я просыпаюсь В общем, я кайфанула от того, что рядом со мной никто не спит А ему что-то такое иногда Я типа хочу на свою кровать Я говорю, извини, она уже не твоя Он типа, там матрас плохой Я говорю, мы тебе давай купим новый Говорю, давай вообще тебе кровать Вот, да, кстати, я подумала купить туда кровать Новую, потому что в той спальне Мебель вся, кроме шкафа Ну там, во-первых, в той комнате находится его шкаф Вообще его комод Все есть, там телевизор, да Вот То есть я говорю, давай тебе купим туда хорошую кровать С ящиками, чтобы можно хранить Так что надо этим вопросом заняться Так что вот так, да Мы спим раздельно Но все остальное время Мы даже раньше, когда в другой квартире жили Меньше проводили времени вместе Потому что я все время находилась в спальне Где у меня стоял телевизор Компьютер и все дела А он в другом зале, потому что он смотрел Другой телевизор А сейчас я почти телевизор не смотрю Но только вот иногда, ну вечерами Вот, он надевает наушник Вот, и смотрит В общем, спать раздельно Это вообще кайфово Именно у кого есть, ну скажем так, проблемы, да Со сном, кто плохо спит Это вот отличное решение Потому что некоторые говорят Вставь беруши там в уши И все, у меня очень сильно болят уши Я, когда я вставляю беруши в уши И прям начинается к утру уже головная боль Я не знаю, с чем это связано Может с давлением Или еще что-то на уши То есть утром, часам к четырем У меня так болит голова Что я вытаскиваю эти беруши И чувствую такое облегчение И даже не звуки А просто, что тебя никто не тронет И я ворочаюсь на свое удовольствие Знаете, это на один бок, это на другой Ну в общем, это все к делу не относится Спим мы раздельно Так что вот так Есть кто-нибудь из вас, кто тоже спит раздельно Это вообще кайфово И сейчас я почти уже спустилась Здесь ветра совершенно нет И прям даже, знаете, жарковато Вот так Я надела вот такую жилетку Не куртку уже, а жилетку Потому что, в общем-то, не так уж А я фотку сделала А, я сделала В дирекции сняла видео Ой, блин Вот она обещала и не сделала Я сделала Сторис Сейчас хочу заехать в Лидл Куплю яйца У меня есть кое-какие на завтра планы Но я не знаю Воплотим ли мы их в жизнь или нет Потому что Куда он там побежал? Потому что если не будет желания То и не будет То не будет желания Но нужно купить яйца И кое-что еще А что еще? А еще и еще что-то Но не помню что По пути вспомню В общем, вот такие дела Я почти уже спустилась Пойдем к морю Посмотрим, что там сегодня Нас ожидает Тут кто-то дрон пускает Дрон снимает меня А я снимаю дрон Вот так Жужжит тут Ой, Чарли Он снимает, как Чарли какает Все, улетел Ему не понравилось Застеснялся Вот так вот А ты как хотел Молодец, Чарли Смотрите, сколько здесь котят Не убегайте Ой, драчунья какая-то Посмотри на нее Им тут корм дают Черных очень много Очень много у них корма всегда Видите, там Мужчина специально приезжает Такие красивые Кс-кс-кс-кс-кс-кс Вот, вот, убежит Убежит уже Ой, ой, ой Услышал Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс В Испании зовут кошек Так, миси-миси-миси-миси Вот так Миси-миси-миси-миси Но не на Кс-кс-кс Отзывается Вон так красивые Серенькие Кс-кс-кс-кс-кс-кс Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс Эй Угу Чего ты лаешь Давай пошли У нас тут скорую Что ли ездит тоже Ну, что-то странно Он на них не гавкает даже Мамо Чарли Видите, как-то странно Даже так отреагировал на них нехотя вы посмотрите на эту красоту это как розовые облака облака белокрылые лошадки и небо розовое облака вообще на камере не так красиво как на самом деле вообще супер-супер-супер особенно вот эти какие они интересные да у нас по этим дорогам скажем так необитаемым пляжная зона пляж там уже где-то метрах 300 ездит полиция так что все безопасно вот видите они едут и нас охраняют а нам нужно вон туда забираться уже стемнело воздух такой свежий знаете как как он вот в нашей России конечно большая вот в Тамбовской области май май конец мая вот такая вот погода у нас может быть даже числа 20 мая и вот такой же ночами знаете влажный такой воздух пахнет вкусно особенно вот тут где я иду здесь между огородами и вот так у меня ностальгия такая приятное воспоминание скажем так вот ну вот хотела заправиться а у него там что-то сломалось говорит через час техник придет сделает ну не буду же я здесь час стоять значит заправимся завтра поеду в Лидл он у нас вон там находится поблизости припарковаться тут тут и припаркуюсь жить кто-то обувь потерял одинокий такой маленький такой господи господи ты такой маленький кто-то потерял полезу на столе на холодильник вдруг кто-то найдет такой маленький одинокий тут ухожу по Лидлу дыньку взяла хамончика взяла ой мои макароны самые любимые вот эти такие вкусные в Лидле вообще взять что ли побаловать себя сделала себе лимон и вообще я шрундаю так знаете почему штабками потому что они меня смотрите на три размера больше потому что я зимой надеваю носки такие знаете толстые чуть ли не стеганные у меня и чтобы они влезли в эти тапки а пока хожу шмынды сделала себе рыбушь а что я съела дыню съела дыня спелая но какая-то не сильно сладкая знаете вот ну ладно все равно съела у меня так желание было дыню наесться и все сейчас пойду я уже монтировать и красоту смывать вот а завтра завтра у меня кое-что намечается так что посмотрим сбудутся планы или не сбудутся так что оставайтесь со мной подписывайтесь вот и пишите комментарии всего вам самого лучшего и встретимся с вами завтра пока-пока